В этом году правительство Казахстана поставило задачу перестроительной отраслью увеличить максимально удельный вес отечественного стройпроизводства. Инициатива касается возведения жилых домов по государственным программам. Норму 87% уже выполнили в Казахстане. В этом году город планирует побить свой же рекорд по объему сданного жилья. Здравствуйте, меня зовут Амир Саминбетов, в эфире программа «Стройпроект». Сегодня мы расскажем, из чего строят казахстанские дома и как за 5 лет региону удалось увеличить объемы строительства сразу в 10 раз. Пять этажей, 50 квартир. Этот дом, как и четыре абсолютно таких же в Казаларде, строители сдадут уже на этой неделе. Последние штрихи – мелочь по сравнению с тем, что уже сделано. На этом участке в микрорайоне Арай-3 планируют возвести 10 домов. Квартиры будут трех- и двухкомнатные. Каждый дом почти по 3000 квадратных метров. При этом строить их успевают всего за 6 месяцев. На данный период на объекте работают 16 единиц различной техники. Работает 15 человек недельно-технического персонала, 195 человек рабочих различных специальностей. Такие как арматурщики, бетонщики, монтажники, каменщики. В дальнейшем планируется увеличить количество работающих до 900 человек в целях своевременного выполнения объемов работы. Стахановские темпы не влияют на качество возводимых объектов, уверяют прорабы. Дело в том, что деньги на строительство выделяются по плану. Материалы поступают без перебоев. Да и закладка домов такими чиновниками в начале весны не дает расслабиться и нарушить обещание сдать микрорайон новым жителям уже осенью этого года. В прошлом году в Казаларде было построено 2684 квартиры с общей площадью 190 тысяч квадратных метров. Все жилье уже сдано в эксплуатацию. В этом году мы планируем построить 63 жилых дома. На сегодняшний день строительство 30 объектов уже начато. В конце года мы планируем сдать 3300 квартир с общей площадью 220 тысяч квадратных метров. Эти дома в микрорайонах, как СПМК-70, Саулет и Арай на 90% будут состоять из казахстанских стройматериалов. Импортные только насосы для воды. Остальное сделано в Казахстане. Цемент на площадку везут из Шимкента. Сухие смеси – алматинские. Железобетонные конструкции – местные, козелардинские. Радиаторы – тараски. Кирпич – тоже отечественный. Что важно, кирпичный фасад не требует ремонта на весь срок жизни дома, в отличие от штукатурки под покраску. Поэтому дома стоять, как новенькие, будут еще долго. Наши кирпичи лучше импортных, привезенных из Украины. Здесь мы выпускаем кирпичи, которые выдерживают большую нагрузку. Из них строят высотные дома в 9 и 12 этажей. Эти кирпичи производятся из глины, песка, мела, опоки, которые добываются из местных карьеров. В цехах новые станки и прессы, которые и формуют для обжига кирпичи, которые потом будут укладывать в стены теплых новостроек из ларды. Я купила квартиру в микрорайоне Арай по госпрограмме. Получила это светлое трехкомнатное жилье. Есть лоджия и балкон. Наш дом облицован красным кирпичом. В последнее время в Казаларде становится очень много таких качественных домов. Двор очень хороший, посажены даже ели. Есть большая детская площадка. Рядом с домом есть школа, садик, больница. Это очень хорошо. Качество строительства мне тоже нравится. Всего АО «Нух Байтирек» строит в регионе 24 многоэтажки на 1230 квартир. По этой линии вместе с АО «Самрук Казыная» и «Жилстройсбербанком» в 2016 году будет дано свыше 3000 квартир. Качество строительных работ под строгим контролем, как и качество строительных материалов. Мы используем специальные добавки, которые повышают прощественные характеристики. Помогают нам достичь той марки, которую необходимо. И за счет этого, за счет соответствия бетонной смеси, мы получаем марку бетонных 400. Что важно в строительстве новых домов, их подключат к центральному водопроводу. Это значит, что у жителей этого микрорайона из крана будет течь горячая вода, подаваемая из центрального водопровода, а не из нагревателя, установленного в доме. А еще у каждого жителя будет выбор, какой должна быть температура в его жилище. Строители еще на изапе проектирования дома решили регуляторы подачи тепла установить на радиаторы в каждой квартире. Это ожидается даст значительный эффект энергосбережения. Ведь в Кызыларде строят с каждым годом все больше. В 2016 году в городе Кызыларда планируется построить около 60 домов. Это примерно 221 тысячи квадратных метров или 3300 квартир. Строительство многих объектов уже начато. По сравнению с прошлым годом количество квадратных метров вырастет. Так, например, в прошлом году мы сдали 138 тысяч квадратных метров, а в этом году будет построено 221 тысячи квадратных метров. 3300 квартир. Если учесть, что в 2011 было сдано 270, разница более чем в 10 раз. Такими темпами избавиться от очереди на жилье в хорошем смысле слова городу удастся менее чем за 10 лет. Сегодня, в своей очереди, ждут около 18 тысяч гаражан. Сейчас строительством занимаются 8 местных компаний, которые несколько лет ждали эти объемы, выполняя другие государственные заказы. За 17 лет работы в строительной сфере наша компания построила 19 многоэтажных жилых домов, 9 школ, 3 детских сада, больницу и много других объектов в Казаларгинской области. Новшеством новых микрорайонов станет не только горячая вода. В многоэтажки проведут газ. Это сократит нагрузку на энергосистему города, что позволит энергетикам подключить к инфраструктуре без ввода дополнительных мощностей еще дома. Мы уже строили дома в этом микрорайоне, и теперь жители нас благодарят. Ведь газ в квартире удобно иметь, и он дешевле обходится. Ведь жилье строится по программе доступного жилья, а значит здесь расходы не только застройщиков должны учитываться, но и будущих жителей тоже. Обзавестись своей крепостью обещают в местном Акимате. Например, вкладчикам жилстрой Сбербанка. Они смогут приобрести жилье в новых домах за 130-140 тысяч тенге за квадратный метр. Цены зафиксированы на момент начала строительства и будут неизменными. У нас стоимость жилья достаточно низкая. То есть это порядка 180 тысяч тенге за квадратный метр в регионах и порядка 200 тысяч в городах Астана и Алматы. Это будет арендное и кредитное жилье. И понятно, что в себестоимость такого жилья будут в первую очередь использоваться наши отечественные материалы. Кроме этого, эта цена зафиксирована сейчас на 2016 год. И я не думаю, что она будет меняться в 2017 году. Поэтому вряд ли кто-то из местных строителей сможет внутри этой цены использовать импортные строительные материалы. Такого результата удалось достичь благодаря тандему Акимат застройщик-производитель. Возможно, она послужит примером и для других регионов. Мы собрали производителей строительных материалов. Мы говорим, сколько денег будет сегодня выделяться строительным компаниям. Участвуйте в реализации этой программы. Вот именно пофамильно те строительные компании, которые участвуют в реализации этой программы, обращайтесь к ним и предлагайте свою продукцию по доступной цене. И вот наша задача сейчас, чтобы вот этот механизм был сейчас весь задействован. Чтобы, во-первых, строительные компании наши участвовали в реализации данной программы. Во-вторых, чтобы наши строительные компании приобретали товар наших отечественных производителей. Еще одной мощной стройкой, на которую делается серьезная ставка из точки зрения развития региона, его инфраструктуры и новых рабочих мест и с точки зрения обеспечения своим углом молодых, стало строительство жилья в поселке Титова на окраине Казаларды. Строительство 14 домов там планируется завершить также в 2016 году. Так что праздновать нескончаемые новоселья здесь будут весь год.